смысле выступая за москву как я отношусь к лбт лбт видос надо отгадать кто гей в форме тема сегодняшний вот это гей сто процентов вот это ей точно говорю вот этот выпуск а это вот этот не гей нетрадиционная сексуальная ориентация двое с так сидящих здесь при варгии скорее всего был справа который может тоже гей кстати ставить или лгбт сообщества вот это не гей они через один сидят и гей не гей гей не гей свой чужой в комнате находится 7 человек 5 2 только не являются представить значит и 2 лимит одной группы но двое оставшихся не те за кого себя выдают в каждом туре участники от на что даже вопрос связанный с их темой после чего по принципу игры в мафию выгоняют того кого большинство посчитала обманщиком вам предстоит познакомиться так имена артур константин о александр ну точно гей ну типа я же говорил на несколько вопросов касающихся этой темы как вы относитесь к представителям лгбт сообщества артур бляд прям как вам ангас когда знать кнопку нажимаешь и люди собираются вокруг стола начнем с не вычислять предатель меня зовут артур я бы не сказал что я отношусь как-то отрицательно каким-то меньшинством я считаю что каждый человек заслу хотя их надо послушать и как они говорят на целую волосы у каждого человека свой жизненный путь и никто не должен вас ударить за какие-то его там осуждают особенные отличия от других людей мне кажется что каждый человек должен жить по-своему и никого не слушать меня зовут константин мне 24 года я вырос в традиционной моногамной семье к лгбт сообществу отношусь нейтрально мне кажется вообще ненависть очень сильное чувство и нужно ко всем относиться с пониманием и любовью а здравствуйте меня зовут александр мне 27 лет я актер так получилось что на курсе у меня такой человек появился и у нас были очень достаточно сложные быть главные ситуации ей бац видос про гейф онлайн поднялся поздравляю папа она не пасибо а я же говорил что александр гей именно из вот это кстати возможно тоже гей и вот они двое так александр и он к и тяжело очень приспособиться когда вы постоянно вместе все в общем это был очень негативный опыт меня зовут олег мне 24 года вот он точно не едет олег он еле смех сдержан тоже актер ну да как у его актеров стать у меня был негативный опыт который навсегда окрасил мою жизнь я был в барселоне шел такой счастливый иностранцы вообще солнышко и пошел там в гору ну куда никто не ходит я увидел испанец какой-то ну я хотел спросить точнее он хотел спросить на сколько время и я достал айфон и он подходит ко мне смотрит мне прямо в экран и я чувствую себя на члене какой-то стук чего и я оторопел меня как будто изнасиловали у меня испортился весь день может ли жертва изнасилования меня зовут андрей болеть я не понял что он сейчас рассказал я ничего не понял ну короче понятно точно это точно фейк вы мне 25 лет я переехал лет 17 москву и как бы до этого не одобряю вообще существует тут увидел но у меня не было каких-то таких случаев чтобы ко мне приставали но даже за границей ну да даже если бы угадал я угадал то есть александр и вот этот парень лучше пусть он честно ладно говорит и да ладно нет смысле я же угадал всем привет меня на меня зовут назар я спортсмен кандидат мастера спорта ручаст на джиннете по ней семью и все такое а мальчик с мальчиком это меня зовут никита поддержу слова назару также принципе мальчик с мальчиком это ни в коем случае только мужчина женщины не понял блять в семье где брак только мужчина и женщина осуждает данный высказывает нас воспитывают то что к этому надо плохо относиться вы ответили на вопрос предположите кто из вас не тот за кого себя выдает начнем с артура тогда скорее за назар больше человек который обычный он не доказывает никогда свою обычность ты сказал что ты мастер спорта это значит подчеркнул это тем что ты спортсмен я ничего не доказывал я как бы просто сказал кто я и вот это есть нет нет кто-то сказал я актер а я как бы я не актер мастер спорта человек ну блин я что я я жизнь занимаюсь спортом и голер спасибо и ты очень отрицательно отнесся к этому мне это немножко смутил это слишком отрицательно к этому отнесся блин начали меня не позвали на этот выпуск я бы там мне кажется очень даже неплохо вписался ладно какая-то хуйня на самом деле а где тут результат результат всего вот этого собственно говоря происходящего подожди а чё александр ушел и второй который я чё-то блять не понял кто в итоге то чего где как общество которые выдавали себя за натуралов это сломанный гей радар тот самый пример того когда он и ровно 4 часа вчера готовится было очень сложно смотреть все паблики гомофобов и так далее блять че за херня ты ебанутый что ли блять ты сидишь посередине среди всех кто из нас больше похоже на тёмного и никита еще слишком молодой мне кажется он вообще не задумался на такие вещи короче ну что ж друзья это был долгий путь который так и останется для меня загадкой вы ошиблись мой сложная хуйня не